друзья всем привет ну конечно же делая обзор такого роскошного завоза предпраздничных орхидей в предыдущем видео конечно же я не мог уйти с пустыми руками и смог найти то что просто покорило мое сердце друзья вот здесь вот сейчас вместе с вами распакуем орхидей q обалденные друзья они так хитро были поставлены на стеллаже что ну я думаю что человек с ненаметанным на орхидеям взглядом вряд ли бы их увидел я прям случайно с третьего наверное захода по кругу дело заметил эту орхидею в общем друзья вскрываем смотрим что за красота покорила меня покорила меня друзья точнее покорила моего орхидейного хомяка живущего во мне я специально а не включаю пока подсветку хочу чтобы вы полюбовались вот этим орхидейным пейзажем за моей спиной пока я буду раскрывать но потом мы все равно включим освещение дневного освещения лампочку чтобы можно было оценить ту красоту которая находится вот в этой вот упаковке друзья орхидея просто ну не знаю ни женятина при ни женятина друзья прям вот прям вот не могу сказать вам сейчас скажу и сразу все догадаются что за орхидея но точнее не что за орхидея а какого цвета вот но она пополнит коллекцию тех орхидей которых я друзья собираю на нашем канале и именно такой орхидеи у меня нету так что такая у меня тут упаковку упаковывал друзья прям вот не знаю так чтобы чтобы ветром и холодным сквозняком эту орхидею с этой орхидеи ничего не случилось почему потому что у нас прям на празднике испортилась погода и я больше всего боялся эту орхидею застудить вот так вот друзья у меня здесь опа да как матрешка да как матрешка у меня упаковочный материал как матрешка благо что вот такой вот такая бумага а всегда имеется именно в люра мерлени и в обе магазине и там всегда можно упаковать орхидеи в несколько слоев замотать ее чем больше слоев тем лучше тем целее орхидея будет что все открываем 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 я буду аккуратненько это делать аккуратненько это делать так много прям брал бумаги не жалел она бесплатная в магазинах вот она вот она у ее сейчас друзья я бумага большая и боюсь отходить так ну что не успели подсмотреть что там вот не нет сама не спалил ее вам еще так ну что снимаем оберточку сперва обертку корни друзья от значит у орхидеи хотят пить хотят пить корни хотят пить о ее кора попадала так ну что теперь можно включить подсветку уже так вот так сейчас друзья я включаю а вот так вот ну что смотрим на эту красоту значит вот такая вот у нее корешочки орхидея хочет пить но попою я ее друзья уже наверное да нет сейчас я ее кстати попою сейчас я попою мы вместе с вами ее попоем немножечко вот сейчас я приготовлю вот такой вот вот в такой вот в такую емкость поставлю этот горшок и налью воды так чтобы вода а вот буквально на пальчик на пальчик перекрыла низ горшка чтобы нижние корни минут десять по находились не все не все пространство не всегда так делаю так более знаете как сказать более щадящий корням относятся подход такой с поливом чтобы они не скажите мне чтобы веломен не ну ну как сказать не испортился от перелива если вдруг корни эти все залить водой какое-то время держать а когда всего лишь на пальчик то максимум что самое плохое что может случиться это могут погибнуть нижние корни но если корни рабочие то они не погибнут и они начнут тянуть влагу вверх то есть корни по идее должны зазеленеть но это вот мы собственно говоря и проверим но я думаю что все с корнями хорошо вот они немножко просто пересушились пересохли корни но в любом случае чего бы с корнями не были главное основанию орхидеи и мы ее спасем ну что давайте посмотрим что за красота листья вроде бы целые ну я выбирал выбирал но выбрал в общем самую-самую лучше их было всего четыре штуки орхидеи цена скажу не не бюджетная вот эти орхидеи это орхидея с было аж за 1700 рублей в магазине в люра мерлен друзья ценник конечно очень такой не демократичный так ну что название у нее нигде нету здесь но я думаю что к следующему видео когда буду делать обзор всех на сегодняшний день цветущих этих орхидей так не проговорился чуть не проговорился я обязательно выясню ее название ну что давайте смотреть что за красота что за красота вот такая вот хоп 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 это друзья беглиб нежный нежный смотрите какая нежнятина нежный беглиб вот такого вот снежный как как невеста как платье у невесты два цветоноса пусть и небольшие но этот беглиб друзья он такой ну я бы сказал мульти флорного цветения да и размера миди то есть такой компактный небольшой не крупноцветковый как вот здесь вот такие знаете большие образцы цветут обалденный крупный то этот а беглипчик прям такой компактный посмотрите прям прям вот прям вот прям вот с такими вот небольшими на некоторых лепестках видите небольшие такие рюшечки у него видите вот здесь вот защипчики такие сверху очень такая знаете интересно и губа нижняя губа обратите внимание вот она такая знаете широкой совковой лопатой вот такой вот снежная снежный беглибчик очень очень интересный сейчас я немножко камеру еще повыше по дому вот так вот чтобы эту орхиды можно было поближе рассмотреть под светильником от светильник сейчас а светит дневного света и вот смотрите какая красота и у него а значит у этого беглипчика раскрываются вот маленькие бутончики маленькие бутончики и вот характерно смотрите так только раскрылся и вот здесь вот в глубине на основании язычка такой знаете чуть-чуть сиреневые такие рисочки тоненькие сиреневые рисочки на крупных экземплярах здесь не особо не у всех а вот это заметно вот вот здесь вот практически нету на цветочке а вот здесь вот видите очень так ярко выражен вот этот вот сиреневые рисочки а верху нету то есть вот они неравномерно окрашены все эти цветы вот в основании вот эти вот сиреневые полосочки смотрите какая красота самое что интересно еще и бутончики есть не раскрывшиеся надеюсь что орхидея не 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 просквозила пока я ее до машины нес вот смотрите какие листья глянцевые обалденные просто обалденные она прям вот впишется в коллекцию прям вот вот туда куда-нибудь на задний план либо сюда куда-нибудь ну своим белым цветом она разбавит разбавит всю яркость и пестроту заднего плана друзья вот такая вот красотка честно говоря я прям это когда увидел ее прям у меня аж прям это сердце застучало сильнее да вот это просто красота она прям вот прям вот такая вся игрушечная вот но вот вы если заметили у нее мягкие сейчас мягкие вот эти лепесточки это вот как раз из-за того что она под суши подсушена и хочет пить вот поэтому я сейчас возьму наберу воды вы пока посмотрите за ней насят эти пожалуйста у меня стоит всегда здесь ведро с отстойной водой видос отстойной водой я сейчас ее налью водички вы посмотрите сколько и скажу сколько она будет у меня стоять на минут 10 постоит этого будет достаточно немножко немножко так сейчас опущу значит смотрите я буду немножко так вот по краям так бирка уже не нужно бирка уже не нужно здесь краткая инструкция по уходу видите температурный режим какой температурный режим от плюс 15 до плюс 25 температура содержания но есть еще сайт вот я зайду на сайт вот сюда на этом сайте посмотрю что это за орхидея в общем смотрите друзья я проливом сейчас буду по краешку горшка чтобы корешочки смочились и грунт вокруг корешков смочился и вода стекая набирается набирается как раз чтобы вот на пальчик всего лишь внизу для первого полива пересушенной орхидеи этого будет друзья достаточно так ну вот так вот опа все смотрите вот прям буквально только не столько низ это вот первый полив 10 минут будет достаточно чтобы она постояла вообще конечно хорошо в идеале друзья добавить например в первый полив какой-то например антистрессовый препарат у меня он есть но я сейчас просто немножко у меня он есть но я друзья так разволноваться что совсем забыл про него сейчас я скажу покажу какой а вот вот стимул вот такое такое средство друзья прям будет нормально 2 миллилитра а сейчас мы его одно другому не мешает тут вообще а так сейчас я разрежу друзья вот одну ампулу на 200 400 миллилитров вот как раз нормально будет вот так вот все и она постоит впитает это средство знаешь что такое стиль стимул друзья стимул это аминокислоты аминокислоты очень хороши для сейчас скажу а стрессовых факторов растений погода заморозки засуха переувлажнение обледенение ветер и для стадии развития для цветения для завязывания плодов созревания и ну болезни насекомых после болельщик и насекомых и применение пестицидов стимул быстро восстанавливает растения добавляет правильных аминокислот основы белков синтез которых снижается в растениях при стрессе восстанавливает рост дыхание и фото синтез друзья вот такая вот друзья средства это вот у меня в моей в моей аптечке всегда присутствует все вот такая красота постоит она у меня 10 минут 10 минут и все у меня до окончания светового дня еще впереди сейчас скажу сколько время сейчас время где-то часов наверное пять вечера только темнеет на улице и впереди еще шесть семь восемь девять десять еще пять часов самое то то есть достаточно вот вообще конечно на ночь лучше не замачивать но я не замачиваю по крайней мере на ночь вот либо это утром делать либо за несколько часов до окончания а светового дня в общем друзья вот такая вот красотка новенькая всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока пока